Граждане Украины Граждане 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 И видел ту страну, которая еще ездила на верблюдах в 93-м году. Сегодня Дубай самое процветающее место мира, несмотря на то, что у них один песок и 55 градусов жары. Я был в Сингапуре и видел, какие небоскребы у них стоят и как живут люди. Потому что их правительство вначале освободило от налогов, а потом дало возможность бесконечно много разговаривать. Я был в кантоне ЦУХ в Швейцарии. Это маленький городок, 24 тысячи населения. И поинтересовался, а сколько же у вас корпораций зарегистрировано? Оказалось 25 тысяч со всего мира. Включая наши Росуэнерго, включая Газпром и включая всех, регистрируются там. А причина какая? Там нет налогов практически. Разве каждому из вас поможет заработать деньги судебная реформа? Или смена одного судьи на другого? А я вам сразу скажу, судебная реформа заключается в следующем. Обеспечьте, чтобы судья получал 10 тысяч долларов. Только так вы наберете нормальных судей. Вы хотите реформу в милиции? Обеспечьте, чтобы его зарплата была не меньше тысячи долларов. И вы наберете другой состав в милиции. Потому что если вы принимаете на работу в милицию человека на 100 долларов, не сомневайтесь. Он найдет как с жезлом заработать себе остальные деньги. Вы надеетесь, что какой-то чиновник, получая 100 долларов, 150, будет честно служить вам, а вы будете с него требовать выполнения его обязательств? А как ему кормить семью? Любой чиновник задумается, мне нужны деньги для семьи. И он такой же платильщик, как и вы. Невозможно получить бесплатную медицину. И вы знаете, насколько она сейчас бесплатна. Вы все равно придете туда и вас заставят покупать лекарства. И есть один способ, чтобы она стала хорошей. Это базовая бесплатная помощь. А все остальное богатые люди купят себе сами. И возможно купят себе не в этой стране, а в другой. Самое главное и ключевое, это чтобы граждане Украины поверили в то, что они могут быть богатыми. Дело в том, что я родился в очень бедной семье на окраине города Днепропетровска. И все детство провел в том, что очень хотел денег. Не хватало на самое необходимое. Я иногда подходил к витрине магазина и смотрел на кеды, о которых мечтал по два месяца, чтобы мне их мама купила. И когда пришла кооперативная эра, я просто начал этим заниматься, вообще не понимая, что это такое. Просто захотел стать председателем кооператива. И вы знаете, что меня тогда поразило? Что оказалось, что все дороги открыты. Что я шел и мне открывались все двери. Я заходил в любой кабинет и они мне начинали помогать, люди, к которым не было доступа ни у кого. Потому что я пришел с инновационной идеей, им нужны были оказывается кооперативы, предприятия. И я это легко сделал. С тех пор я понял одно. Как только вы поставили себе цель, как только вы поверили в то, что это осуществимо, считайте, что она у вас в кармане. Потому что с этого момента в вашем мозгу начинает вырабатываться дофамин. Это естественная помощь вашему организму, чтобы вы получили дополнительную жизненную энергию И начали думать концентрированно о цели и собрали все свои силы. Этот дофамин вырабатывается у человечества миллионы лет. Именно тогда, когда голодные соплеменники сидели и не знали, что делать с голода, Обязательно вставал один и говорил Ребята, вон там мамонты водятся, давайте пойдем завалим мамонтов. И эти полуголодные люди древние собирались, точили копья, шли, копали ямы под мамонтов. И у них находились откуда-то силы. Это работал дофамин, потому что он придавал силы. И когда они достигали своей цели, валили мамонтом, они, как правило, бесчувственно падали. Потому что они получали желаемый белок, а дофамин прекращал вырабатываться. Именно в этот момент бизнесмены знают, когда достигаешь какой-то долго ожидаемой цели, Вдруг становится страшно грустно и печально, как будто бы шел не туда. Это просто перестал вырабатываться дофамин. Так вот, любому предпринимателю сразу найдите себе очень длинный дофамин, чтобы он у вас вырабатывался. Я для себя нашел великолепный дофамин в своем золотом памятнике. Именно это удерживает меня на этой земле. Я очень хочу жить в Америке на 5-й авене в Нью-Йорке. Но когда я начинаю сверять это все со своим золотым памятником, Я вспоминаю о том, что в Америке мне его никогда не поставят. И поэтому я здесь с вами езжу по городам.